Я говорю, вот как понять женщину? Одного товарища спросил, он говорит, чтобы, например, как охотник, чтобы поймать добычу, нужно думать как добыча. Знаете, из документов? Или как следователь, чтобы поймать преступника, нужно думать как преступника. Я стал думать как женщина. Я понял, что мы любим женщин, а женщин у нас не любят. Они любят платьицу, туфельки, курорт, все остальное. Мы на каком-то самом последнем месте. У меня в 90-е была соседка, и она обожала туфли. А так как у него папа был не очень богатый, он был маркетолог. Знаете, с кречетой сумкой ездил в Финляндию, в Турцию, и потом обратно привозил. Маркетолог? Челнок. Челнок, да. Раньше это челнок, но сейчас маркетолог. В общем, он ездил туда что-то возил, а она обожала туфли. А денег нет, значит приходит магазин такая. И в магазине только левые туфли можно мерить. И она померяет левую туфельку. Ей очень понравится, и у меня она будет другой гонит. А там тоже левая туфелька. И она еще одну померяет, и идет в третьем гонит. И так у нее в нас целая коллекция левых туфелек. И она в них ходила просто такая. Все говорят, что ты ходишь в левых туфлях, как задрипка какая-то. Задрипка. Ее прямо так и звали, задрипка. А я к ней и так, и так. Она меня вообще игнорировала, только туфли набила. Ну и вот у нее однажды папа решил жениться. Потому что у нее там старая жена как-то умерла, я не знаю почему. И вот он новую какую-то женщину привел в дом. И она сразу же не полюбила эту задрипку. Ну как-то и она сразу как-то не понравилась. Она говорит, чуть что, знаешь, она накосячит, посуда не поможет, поздно вернется. Она говорит, выкину все твои туфли сразу же. Ну и чуть что. И однажды взяла и выкинула целый шкаф. Она не знает, что делать. У нее целая жизнь, целая коллекция. Не знаю, что мне делать. Она пошла к нашей соседке. Говорит, Цирий Иванович, вы даете очень хорошие ответы на самые сложные вопросы. Я знаю, что главное не пренебрегать и все делать, как вы скажете. Помогите, пожалуйста, житейским советом. Она выкинула у меня все туфли. Что с ним делать? Вы, ну, такая неудовая женщина. Ее выкинуть. Неудобно. Она говорит, я знаю, что я придумала. Скажи, что одну туфельку вы, говорит, забыли под тактой. Я говорю, она говорит, поможет? Да вообще, попробуй. Она приходит, говорит, а вы знаете, что вы одну туфельку забыли под тактой? Она говорит, как забыла? И полезла под тактулку. Подняла такту там, ищет, ищет. И такта ее прибила. Она ее прибила, вызвали скорую, и по дороге она умерла от 12 на живых ранении. Отец, горе, не знаю, что делать. Только женился, вот опять как бы... И он запил. Значит, стал все пропивать, машину там пропил, уже квартиру собираются пропивать. Говорит, Селиванна, слушайте, еще хуже. Теперь отец начал, что делать? Помогите, что делать? Не знаю совершенно, что делать. Вот такие хорошие ответы даете на самые сложные вопросы. Я знаю, главное не пренебрегать, делать так, как вы говорите. Нет? Говорит. Она говорит, слушай, не печалься, на тебе билет в кино на Терминатора. Пускай отец сходит, в кино посмотрит, и ты тоже позволишь. Ни о чем не переживайте. Ну, не знаю. Ну, отец по этому поводу не пил, все-таки в кино пошел. Значит, оделся. Идут такие. В кино пришли. Ну, и Селиванна уже домой стала приходить. Стали дома смотреть. Потом она дочек всех своих туда привезла из Саратова, еще троих. И они стали жить там, выживать. А за дрипку в чулан поместили. Потому что и места не хватило. Ты, говорит, любишь свои туфли, вот и живи там с туфлями. Ты нас игнорируешь, вот живи со своими туфлями. Она там запиралась в чулане и играла в эти, как это называется, приставка, Denny. Помните? Или там вот это Sega, Mortal Kombat, не помните еще? Она там играет. И тут однажды, помните, губернатор Санкт-Петербурга объявил бал. Объявил бал, что невеста России, помните, такой был в Мариинском дворце, бал невесты России, конкурс какой-то красоты. Игорь, помнишь, такой был большой, со всей страны возились невесты, потому что губернатор, сын хотел жениться, и он хотел посмотреть, какие вообще невесты в России. Поэтому все устроили. И по этому поводу отец собрался за границу. Последний раз поеду за границу, привезу все, что вы хотите. Сыль Иванович, что тебе привезти? Цветочек орики. Как, как? Хорошо, цветочек орики. Ну и всех дочерей спросил, что-нибудь тебе привезти? Поесть. Поесть. А тебе что? Золото. Золото? Какое золото? Булгари? Или какое золото? Плиточку? Вот такую же плиточку золото. Хорошо. Ну а тебе что? Стаканчик. Стаканчик. Какие хорошие запросы. Как же мне? Ну и своей родной дочке-то говорит, солнышко мое, ты что там прячешься? Чего тебе привезти-то? Туфли. Ничего не надо мне! Слушай, ну, еду за границу, может, последний раз, привезу все, что ты хочешь, все, что попросишь. Туфли. Ничего не надо, оставь от меня! Туфли. Ну, не знаю, как с ней быть. Вот заперлась и ничего не надо. Все, что пожелаешь. Она говорит, тогда гундры! Что? Какой гундры? Какой-какой? Чилийской! Где же я возьму? Не знаю, любишь? Возьмешь. Ну, нечего, поехал. Въездил весь мир, накупил всего. Наши таленький цветочек сразу же купил. Потом, ну, тоже стаканчик. Зачем тебе стаканчик? Чего? Ну, это он прямо дома уже, чтобы не испортилось. Ну, там, хамон, там, сын, там, все нормально привез. Ну, в смысле, купил. И сидит в аэропорту, уже надо ехать домой, а гундры нигде не нашел. Нету нигде. У всех спрашивал, ничего, где гундра? И вдруг видит слуховый, известный писатель. Писатель. Девочка. Левин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы же Гришковец? Да. Евгений, как вас... Николай. Я забыл у вас вообще, как тебе песен. Тоже забыл. Слушайте, мне очень нравится, как вы пишете, рубашка, спектакль, просто чума. Я все присмотрелся, так ли. У вас прекрасно, потрясающе, скажите, где вы берете гундру? Сам еще никогда не знаю. Он такой говорит, знаешь что, а как раз вот здесь в Дьюти-При работает китаец, и у него как раз очень хорошая гундра. Я говорю, а как там? Он просто подходит и спросит, у вас есть гундра? Хорошая. Хорошая. И он такой, подходит, скажите, пожалуйста, у меня сейчас маляк, можно у вас гундры купить? Он говорит, конечно, можно, он по-русски говорит на всех языках. Говорит, вам какой гундры? Чилийская. Он говорит, чилийская кончилась. Я говорю, какая есть? Афганская. Будешь? Я говорю, ну давай, не разбирайся, может быть. Ну если нет выбора, то хотя бы афганская провести. И он говорит, а сколько тебе? Он говорит, ну мне вот все деньги, короче, досталка вырастались. И ему, ну тут только вот на маленькую коробочку. что за афганская внутренняя. Он стал открывать, посмотрел. Говорит, стойте, стойте, не открывайте. Почему? Один раз действует. Ну что, вы сейчас откройте и все. И все, ну как, волшебствующий. ему очень интересно было посмотреть, что за гундра такая. И грешковцу тоже очень интересно. Говорит, давай откройте. нет, дочки свои везу, любимые. И таможенникам тоже очень интересно было посмотреть. Он говорит, нет, только через мой труп. Ну он так уверен был, что вы везде пропустили. Ну, привозит домой, раздал всем подарки, самку. Держи, говорит. Давай сюда. Афганская? Он говорит, ну, чилийской не было. Ну ладно, давай афганская. Слушай, посмотри, что это за гундра? Он говорит, нельзя, один раз действует. Ну ладно. Ну, собрались, значит, все цели ванны с маленьким цветочком, значит, со стаканчиком, с едой, с парвизолом, и со своими золотом наперевес сели в маршрутку и поехали на бал. То в чем. Ну и задривка тоже поехала, в левых туфлях такая из гундрой. И ее храник не пускает. Говорит, что это, вот все люди, как люди, вот люди с маленьким цветочком пришли, по стаканчику. С едой, в конце концов. А ты с какой-то гундрой пришла и в левых туфлях. Ну-ка, иди переодевайся. Говорит, ну, не знаю. Обиделась и переоделась, знаете, в спецодежду, знаете, как это, клинер там написано. И взяла пылесос и такая с другой стороны черного хода зашла, ну ладно, пылесос. Поднимите ноги, что это с ней? Он в специальное обращение, что ли? А сама смотрит, где этот сын губернатора? Он такой, не он на полу вообще пылесосит. Говорит, что это вы тут пылесосите? А она такая поднимает, говорит, вот гундра, чилийская. Ну, она обманул ее, на афганской улыбке. Он такой, что это за гундра такая? И как раз открывает, говорит, боже мой, какие у вас красивые руки, какие у вас красивые глаза, какая красивая улыбка, какие пальцы, какой перст. пойдем со мной. Нет, ну, она, 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 вот, ну, она пошла с ним, как бы мы не будем, выходить, долго будет, в общем, и он взял и повел вальков, вальков, там, в мариинском борце, такой большой вальков, целая комната, кровать, вот был и она говорит, откуда ты знаешь, что я люблю, и такие начали там, кто за капитан Америка, кто там еще, ну, кто знает, да, и рубится, короче, уже бал, там, закончился, они все рубятся, рубятся, и тут она понимает, что надо быстрее убегать, пока гундра не перестала действовать, вот, и такая уходит, сбегает, и только туфельки оставил, одну, легкую, убежала, а он утром просыпается, думает, что за вообще наваждения, какие у нее красивые глаза, где же я теперь ее найду, и идет, у меня был друг, Дуров, знаете, ВКонтакте, тогда еще жив был, ну, в смысле, ВКонтакте был жив, и он начинался тогда, он говорит, слушай, ты знаешь, там у тебя все зарегистрированы, вот, такая очень красивая, у меня очень красивые волосы, очень красивые руки, очень, ну, на тебя не похоже, вот, очень красивая, найди мне ее, пожалуйста, вот, у себя ВКонтакте, посмотри, короче, весь контакт обыскали, ничего не нашли, ничего не, не работает ваш контакт, ничего не нужно, он пошел, в Цукерберг гуглит, как это у вас по имени, учитывается, Феликс Адмутович, в вашем фейсбуке, можно, знаете, фэсбуке, фэсбуке, можно найти, знаете, я фотографию только загружу, мне сразу же подписывают, моим именем, как вы это угадываете, вот, можно по приметам найти, у нее очень красивые глаза, очень красивые волосы, очень красивые руки, улыбка такая, и левые туфли, можно так сказать, можно? Попробуйте. Короче, неделю искали, не нашли, он уже отчаялся, пошел в одноклассники, тоже ничего не помогли, делать ничего, уже отчаялся, пошел к своему старому другу, знаете, в пяти музее, и там, музей современного искусства, и там, смотрите, в музее, говорит, а что-то на авито не попробовал поискать, а что за это? Потом мы все картину на авито покупаем, в целом, уже и на авито купили, вот, лондонская траншиза, на авито выставили, мы купили подешевку, здесь все у нас через авито купили, на авито сейчас все продается, ну, попробуй, короче, найдена левая туфля, тысячу рублей, сама вывоз, кому нужна за тысячу рублей левая одна туфля, сама вывоз. Ну, и утром такой просыпается, звонок, и стоит девушка, очень красивые глаза, очень красивые волосы, и такая протянет, тысячу рублей, говорит, вот, копилку разбила, можно у вас туфли купить? Он говорит, что же ты убежала, мы же за тобой, может, в комбат не доигралище, и они жили долго и счастливо и умерли, говорят, в один день. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...